Привет, здравствуй! Я уверен, ты заметил, что это уже третий ролик из цикла скрытых загрузок в играх. И дабы не писать пустые комментарии в стиле «А почему видео нет?» вставить нужное. Не поленись и посмотри предыдущие два выпуска. Ссылочка в описании, в закреплённом комментарии и в подсказке в правом верхнем углу экрана. Дерзай! Кста, давно хотел спросить тебя, сколько кровных ты готов потратить на новый телефон? 30 тысяч? А может быть 50? Теперь этого не нужно! На сайте crazybox.net можно получить любой смартфон гораздо дешевле. Открывать мы будем коробку с лучшими телефонами за 2019 год. В ней как раз увеличен шанс выпадения айфона. Телефонов тут много и не факт, что мне повезёт, но я всё же попробую. Открываем! Получаем кабель для айфона. Я, конечно, ожидал большего, но попробуем ещё раз. Получаем силиконовый чехол для айфона. Айфон-то сегодня выйдет или нет? Ладно, открой эту коробку в последний раз. Honor 10 Lite за 13 тысяч? Вы серьёзно? Это крут, чуваки. Заказывать призы или продавать их решать только вам. Как видишь, сайт очень даже неплохой, так что не упускай шанс получить мобилу. Ссылка будет в описании. Тебе знакомо выражение «люблю и ненавижу»? Обычно столь вычурное словосочетание люди употребляют в контексте неудачных отношений. Но я геймер до мозга костей, мне вся эта сопливая лавстори чужда. Но тем не менее, подобные эмоции я испытываю к игре Shadow Man 1999 года выпуска. О, да... Игра о расово верном мужике по имени Майкл Леруа, путешествующем между мирами, на чьи плечи взвалили спасение человечества, в своё время попила немало моей крови. Но об этом я поведаю в отдельном видео. Для тех лет игра обладала воистину колоссальными локациями, представляющими из себя витиеватые многоуровневые лабиринты. И это только в мире мёртвых. А есть ещё и мир живых. Стало быть, два столь концептуально разных участка просто не могут обойтись без бесячей долгой загрузки. Но стоит отдать должное инициативным парням из Эклэйм Студио, ведь они заменили мозолищую глаз-полосочку подзагрузки на атмосферный ролик, в котором ГГ держит в руках криповый плюшевый артефакт, и под призывной речи своего убиенного братца погружается в бездонный портал. Да простят и не осудят меня фанаты культовой франшизы Звёздных Войн, но данную вселенную я словно язвенек острую пищу, увы, не перевариваю. Энивэй, разработчики игры Star Wars Jedi Fallen Oda вызывают у меня проникновенное улужение, ведь находчивые игроделы хоть и не сумели полностью исключить загрузки из своего творения, но зато значительно уменьшили их количество за счёт некоторых хитростей. К примеру, в игре есть масса моментов, когда главный герой Кэл Кестис вынужден проникать в узенькие дырочки. Как правило, данный процесс сопровождается анимацией трепыхания, слэшнотирания препятствий упругими телесами парнишки. Именно таким нехитрым способом девелоперы замаскировали нежелательные подзагрузки, но это ещё не всё. Перемещения между планетами также лишены скучных загрузочных экранов. Вместо них игроку надлежит созерцать интерактивную кассцену в кабине звездолёта, щедро приправленную информативными диалогами. А венчают эту красоту кинематографичная сцена посадки корабля. Игра автор Fallen Sanity это польский сурвайвл хоррор, ни капельки не похожий на дедушкин спайс. Премис у игры следующий. На дворе ядерный постапокалипсис, вина за которой лежит на Германии, случайно бахнувший супербомбой энтропия. Уцелевшие люди безвылазно укрываются в подземных бункерах, привет Fallout, ибо на поверхности фонит и бродят кровожадные мутанты. Играть же нам предстоит за доктора, Альберта Такая, который де-факто должен лечить местных жителей от синдрома изоляции. Да и Юрий же Альберт будет медленно и методично вырезать большую их часть. Так вот, убежище по размерам довольно-таки немаленькое, и дабы замаскировать загрузки между отсеками, хитрые разработчики прибегли к элегантному ходу. А именно заставили ГГ проходить через камеры сканирования анимации, коих длится достаточно долго, дабы успеть подгрузить нужную часть локации. Спуди Мэнат Инсомниак славится своим огромным проработанным бесшовным открытым миром. Эпичные полеты на футуристической веревке действительно завораживают, но рано или поздно наступает момент, когда добираться до противоположной части города, так сказать, на своих двоих, становится немножечко впадлу. И вот тут-то на помощь и приходит старый добрый фасттревел. К сожалению, мгновенное перемещение в другой конец мира фактически не может обойтись без подзагрузки. А посему пацаны из Инсомниак подумали да и решили, почему бы не заменить унылую полосочку с процентами на полноценные мини-кассценки, в которых дружелюбный сосед мирно чилит в местной подземке. И надо признать, они не прогадали. Выглядят данные моменты довольно забавно, жаль только их очень мало. Ты еще не забыл игру Нет мужиков в небе от великого пиздобола Шона Мюррея? Да-да, это тот самый унылый приключенческий космический выживач, в котором триллиарды рандомно генерируемых планет выглядят как сны грибного наркомана. Но сейчас игра уже не та, что на релизе, так что не будем ворошить прошлое. А вот что не изменилось со временем, так это так называемый гиперпрыжок. Анимация Коэла мастерски скрывает загрузку очередного поражающего своей красотой рандомного мирка. Не фонтан, конечно, но все же лучше, чем тупо пялиться в экран загрузки. Серия игр Uncharted плотно ассоциируется у рядовых геймеров со словом «мыло», и все благодаря знаменитому мему Drake Face. На деле же это одна из самых визуально красивых франшиз, что выходила на плойки. Но помимо впечатляющей картинки, разработчики из студии Naughty Dog приложили немало усилий, дабы максимально сократить количество загрузочных экранов, которые могли негативно сказаться на динамике игры. Дабы осознать весь масштаб их находчивости, достаточно вспомнить знаменитую сцену на поезде из второй части серии. Примечательна она тем, что весь замес протекает на непрерывно движущемся Томасе. Ваш кэп. Так вот, дабы наметанный геймерский глаз не омрачал опостыливший загрузочный экран, вылезающий через каждые девять вагонов, башковитыми девелоперами было принято элегантное решение скрыть первую подзагрузку в мини-катсценку. В ней Нейтан невзначай проваливается внутрь одного из вагонов, мчащего на всех парах поезда. Ёбаный брат! И вот скажи после этого, что Naughty Dog не гений. Игровая серия Спайра, повествующая о приключениях милого дракончика, также не приемлет скучных загрузочных экранов. Что и неудивительно, ведь разработали её те самые Insomniac Games, что сотворили ранее упомянутого паучка. Нет, конечно, Спайра не пользуется местной подземкой, дабы замаскировать подгрузку следующей локации. Вместо этого, всякий раз выдвигаясь в очередной живописный мир, игроку предстоит наблюдать интерактивную сценку полёта дракончика, во время которой его тушку можно перемещать в пространстве. Выглядит довольно мило, плюс создаёт ощущение, что герой не просто оказывается на месте, а буквально летит к точке назначения. Порой игроделы изо всех сил стараются спрятать загрузочные экраны, но получается у них это, откровенно говоря, так себе. Одним из примеров не самой удачной маскировки может служить шедевральная игра Portal от разработчиков Гейб, когда третья халва? В первой части роликов про скрытые загрузки я уже рассказывал тебе о лифтах из Mass Effect. Так вот, тут примерно такая же ситуация. Всякий раз заканчивая очередное витиеватое испытание, чел вынужден заходить в лифт, в котором происходит сохранение и подзагрузка следующей части локации. И вроде бы сделано неплохо, да и в мир игры удачно вписывается. Просто данный приём используется различными девелоперами уж слишком часто. А посему, конечно, зачёт, но можно было сделать куда оригинальней. Великолепная Metroidvania Hollow Knight от инди-студии Team Cherry также не обошлась без фаст-тревелов. В его роли выступает некто последний жук-рогач, который всегда готов поболтать с главным героем по душам, а также доставить его практически в любую часть далеко не маленькой карты. Но вместо ожидаемой подзагрузки вас будет ждать симпатичная анимация, в которой пожилой жучара мчит быстрее ветра, дабы как можно скорее доставить героя до места назначения. Псекастик, мучись как ветер! И напоследок вспомним легендарную Deus Ex Human Revolution. Разработчики данной игрушки прибегли к практически аналогичному трюку, что использовали поляки, склепавшие After Fallen Sanity. То есть, для того, чтобы скрыть назойливые загрузки, хитрые девелоперы напихали в здешние здания так называемые биометрические сканеры безопасности, которые даруют движку достаточно времени для загрузки не то что целой локации, а даже дополнительного DLC. А на этом, пожалуй, я и закончу сегодняшнее видео. Появилось желание дополнить или оскорбить автора? Не сдерживайся, выпусти пар в комментариях. Ну а если ролик тебе действительно приглянулся, то не сочти за труд выполнить ютубовскую рутину. Жми лайк, делай репост, дергай похотливый колокольчик, врубай все уведомления на своем ведрофоне. И, конечно же, от души ляпай девственно чистые комментарии. И подписываться на канал не забывай. В общем, будь активным. На этом всё. Всем удачи и... Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!